Всем привет, господа! Это сравнение, экспресс-сравнение колонок Corvette 75S001 и S90 Рижских. Corvette у меня уже как год во владении, но позже я сделаю какое-то более такое развернутое сравнение, там через видеоредактор и все такое, но сегодня просто так попереключаем. И Corvette у меня уже больше, ну, года полтора, наверное. Примерно год он вообще стоит без дела, то есть год назад был нанял обзор, где выводы были краткие, что это колонки говно и все. И своих денег они точно не стоят. Ну и потом, летом прошлого года я произвел сравнение с брянскими S90, где мне тоже, ну, такое даже не то чтобы сравнение звучания, а просто что из них типа громче звучит. То есть такой был. Corvette, разумеется, звучит гораздо громче, в этом его сила. И на высокой громкости он даже такой, ну, как-то по-особому воспринимается, потому что любые колонки на высокой громкости будут казаться крутыми. Ну, с непривычки, по крайней мере, первые пять минут. А дольше, чем пять минут, я его на мощности, ну, получается, ватт-70 у меня максимум, чего может выдать усилитель. Но это было все равно очень громко. Это было в два раза громче, чем S90 и мощное такое ощущение, что у тебя самолет взлетает. В квартире сейчас вот я их покажу так. Вот они тут все стоят. Так вот, с тех времен Corvette уже год как стоит на приколе. Вы его можете видеть там вот в углу в каждом видео. Вторая колонка где-то там далеко, у меня тоже там под завалами. И может быть, что-то изменилось за это время. Может быть, моя оценка того, что это негодные колонки, которые нифига не лучше, чем S90. За год, может, переоценка ценности какая-то. Я уже переслушал много всякой акустики. И сегодня мы это проверим. Хотя, конечно, я не буду врать. Я уже, естественно, что я его за сегодня за вечер слушал. У меня уже мнение сложилось. Но я не буду как бы заранее забегать и рассказать. Потому что ведь на примере Диатона, к примеру, 77, год назад там полтора он мне казался, ну, так себе непонятным. Сейчас я, ну, могу его за что-то оценить. То есть вижу, что там для определенной музыки есть достоинства, которых нет ни в одних советских колонках даже близко. Прозрачность там, детальность и так далее. То есть Диатон, если к нему правильно подойти, вот это колонки нормальные. Ну, вот. А Корветт что? Ведь Корветт мне тогда... Чем его можно характеризовать? Тем, что он на громкости ниже, там, 30 ватт мощности, он играет невнятно. И сегодня как раз будет громкость небольшая сравнительно. Ну, потому что, ну, как бы микрофон перегрузится. И вот на небольшой громкости он звучит невнятно как-то, и как-то так совсем. И басов еще не хватает уже, ну, так кажется, по крайней мере. А на громкости уже, когда, ну, скажем, больше 40 ватт, он уже как-то, у него бас лучше становится, ну, типа, так более как-то полноценно, полновесно играет. Как-то звук более цельный, что ли. Ну, немножечко справляется, хотя все равно, даже с 90, в принципе, на высокой громкости тоже ему не сильно уступает брянские по звучанию. Так вот, сегодня у нас сравнение. Этот Корветт вышел из спячки, да, такой весь. Я его все грозился еще покрасить, перекрасить, но что-то я цвет не могу подобрать и боюсь его испортить. Поэтому вообще не стал красить, как он есть. Корветт без плат перегрузки, но технически исправный, то есть там было проверено все по фильтрам, по схеме, все вроде, все соответствует. Правда, в одной колонке было немножко переколхожено, но, естественно, что платы, когда убирали, там кое-что им пришлось оценить, прицепить, но я это все проконтролировал. В общем, все играет одинаково, нормально, как надо, фаза там и все. А S90 у нас впервые получили, не, не впервые, это рижский S90, который я так в прошлом обзоре сказал, что это чуть ли не худший из 90-образных колонок. Ну, типа такие, такие себе. И вот как они будут против Корветта? Корветт стоит 20-30, чуть ли не 40 тысяч рублей, ну, потому что он редкий, потому что вокруг него ореол какой-то особенного звука, аудиофильского. А S90, обычно S90 за 100 баксов, так сказать, которых в любой деревне полно. Как они себя покажут, сейчас узнаем. Прямо вот в прямом эфире. Я говорю, что отдельно потом будет какой-то уже такой, ну, в следующей серии там или через серию будет какое-то сравнение нормальное такое, да, где-то все как положено. Через видеоредактор, нарезочка. А так у нас просто потыкаем пока кнопочки системы А, системы Б. Первый трек у нас будет такой, уже классический для таких сравнений. Ну, и лазерную указку я так не купил, так что придется говорить. Так, S90 играет. Давно прошло, оказалось, наступит не скоро. Привет. Но что было, того уже не отменять. Как нельзя повторить те дни, о которых... S90. Самые счастливые дни. Мои, мои, самые счастливые дни. Мои, мои, самые счастливые дни. Так тихо, внутри. Красиво снаружи. Нет повода в чем-то кого-то винить. С90. Там, где действительно всем очень нужен. Свои самые счастливые дни. Твои... Свои... Свои счастливые дни. Твои... Корвит. С90. 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 Кругом все не так, куда ни... Взгляни. Но мы-то знаем, что скоро непременно наступят. Корвит. Наши самые счастливые дни. Твои, мои. Самые счастливые дни. Мои. С90. 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 Так, ну, в общем, звучание почти одинаковое. Кажется, что у корвета больше баса. Хотя, на самом деле, когда корвет слышишь просто сам по себе, то ощущение, что баса немножко не хватает. Что могло бы быть побольше. И он не очень-то низкий, то есть, но в сравнении с С90, когда переключатели стоят посередине, примерно одинаково звучит. По басам, ну, корвет, он как бы чуть-чуть, как бы масштабнее может быть чуть-чуть, но не суть. По средним, высоким, одно и то же. Я слышу, что у корвета более как-то шепелявого, а в С90 как-то, ну, может, даже лучше по средним, как ни странно. Но не факт. Так, дальше у нас крючок. Веселенький будет, наверное, сейчас, если его найду. Во. Причем, это вот этот трек, который сейчас будет играть, это все не сжатый формат, если это, конечно, важно. То есть, флаг. Че, если я сделаю автоуровень на микрофоне, может, это нас, может, спасет от перегруза, хотя, может, испортит звук, ну, ладно, сейчас попробуем экспериментально. Он, по идее, должен, как бы, сам снижать, когда перегруз наступает. Так, играет, что у нас играет корвет сейчас? Немножко катим назад. Веселенький. Веселенький. Принцемсин, ein könig ohne коль... Хэйс Дигран Оста. Если в мэр одни разгрышутся, то есть тогда, что я маю, МАН ДЕГЕН НА ХАЛЛИЙ, МАИНО ГОРЬ ПЛАЯ МУЗЫКА ГЕГЕН МАН! ГЛАЙН ДЕГЛЕЙ ГЕЗЭТЬ СИГЛЬ. МАН ДЕГЕН НА ХАЛЛЛЬБАН, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С90 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok